Меня часто спрашивают, почему ракеты до сих пор летают на химическом топливе. Мол, только и можем, что прожигать водород и керосин. К счастью, из фантастики к нам приходит новый вид ракетных двигателей, который способен с помощью электромагнитного поля непрерывно разгонять космический аппарат в течение целых месяцев. Разумеется, я говорю об ионных двигателях. Этот экзотический тип ускорителя уже не один раз успешно применялся в миссиях по изучению Солнечной системы. Конечно, химические ракеты могут показаться примитивными. Берем тонны жидкого или твердого топлива, поджигаем его с помощью окислителя, и мощный взрыв толкает ракету навстречу звездам. Привет, третий закон Ньютона. Свою задачу они выполняют. Струя газа дает ракете достаточное ускорение для выхода в космос. Двигатель может работать также и в безвоздушном пространстве, так как ракета несет на борту окислитель. Преимущество этих ракет в том, что они могут вырабатывать огромное количество энергии за короткое время. То, что нужно, чтобы поднимать в космос, тонны груза. Но этот способ жутко неэффективен. Чтобы отправить на орбиту Falcon Heavy весом в 550 тонн, нужно аж 400 тонн топливной смеси. Двигатели первой ступени сжигают топливо за 162 секунды. Двигатели второй ступени за 397 секунд. Вместе это всего лишь 9,5 минут. Хотите совершить маневр или на пару недель включить ускорение? Не выйдет. Бак уже пустой. Конечно, эти недостатки заставили ученых задуматься об альтернативном источнике тяги, особенно в открытом космосе. И пока что самой удачной попыткой остается ионный двигатель. Важнейшая характеристика работы ракетного двигателя – скорость выброса пропеллента. Самый эффективный химический двигатель выдает 5 км в секунду, тогда как ионные могут выбрасывать отдельные атомы со скоростью 90 км в секунду. Такой показатель дает аппарату более эффективное ускорение. Лучшие химические двигатели дают КПД 35%, тогда как ионные – все 90. Но как работает ионный двигатель? Глядя на его устройство, невольно думаешь о научной фантастике. Вместо горячих газов ионные ускорители выбрасывают ионы – положительно или отрицательно заряженные атомы или молекулы, потерявшие или получившие электрон. В нашем случае задействованы положительные ионы, то есть атомы, отдавшие один электрон. С помощью магнитного поля двигатель разгоняет их до огромных скоростей и выбрасывает из сопла. Но откуда берутся ионы? Они вырабатываются в генераторе плазмы внутри корабля. Нейтрально заряженные атомы газа, вроде ксенона, обстреливают электронами, выбивая из них еще больше электронов. В результате чего возникают положительно заряженные ионы. Этот плазменный суп из электронов и положительных ионов сохраняет нулевой заряд. Но электроны остаются в камере, продолжая участвовать в ионизации, а вот положительные частицы вытягиваются наружу через специальную сетку. Проходя через нее, ионы с помощью высокого напряжения выбрасываются из сопла со скоростью до 90 километров в секунду. С каждым выброшенным в космос ионом корабль получает небольшой толчок. Вся система работает на солнечных панелях, так что нет нужды нагружать аппарат тяжелыми и громоздкими батареями, что делает его намного легче. Проблема в том, что ионная тяга слишком слаба. Она измеряется в ньютонах, то есть речь идет о тысячных долях ньютона. Подержите листок бумаги в руке. Такова его сила. Зато ионные двигатели могут разгонять корабль недели напролет, на что химического топлива никогда бы не хватило. Хотя ионные двигатели вряд ли помогут преодолеть притяжение Земли, они крайне эффективны в условиях невесомости. NASA и другие космические агентства уже использовали ионные двигатели на практике. Разработки велись десятилетиями, но их опасались применять в активных миссиях из-за слишком большого риска. В 1998 году NASA запустила экспериментальную автоматическую межпланетную станцию Deep Space 1. Целью полета было испытать 12 образцов новых технологий. Электронику с низким энергопотреблением, солнечные концентраторы, различные научные приборы и солнечные электроракетные двигатели. Ионный двигатель станции проработал очень долго, позволив тщательно изучить несколько астероидов и комет и даже Марс. После успеха NASA установило на новую станцию Дон целых три дополнительных ионных двигателя. Это позволило ему выйти на орбиту астероида Веста, провести наблюдения, затем уйти с орбиты, направиться к карликовой планете Церера и провести исследование там, и даже после этого у него еще оставалось топливо. Чтобы вы понимали, о чем мы говорим, Дон разгоняется с нуля до 100 километров в час за четыре дня непрерывной работы. Ионные ускорители использовали в зонде Smart 1 при переходе с земной орбиты на лунную, а также в японской станции Хаябуса. Ионные двигатели прошли испытания на Земле и успешно проработали больше пяти лет без остановки. Успешное применение технологии означает, что мы скоро увидим новые аппараты с ионными двигателями, а сами двигатели будут становиться мощнее и эффективнее. Как я уже говорил, проблема ионных двигателей в слабой тяге, но это можно исправить. Во-первых, можно значительно увеличить подачу электричества, используемого для разгона ионов. У NASA была идея вместо солнечных панелей прибегнуть к энергии ядерного реактора. 15 лет назад они готовили миссию по изучению больших ледяных спутников Юпитера. Ионный двигатель Nexus с восьмию ускорителями, работающий от ядерного реактора, должен был доставить аппарат к каждому из спутников. Ганимеду, Калиста и Европе. Зонд хотели вывести на земную орбиту по частям, собрать его в космосе и отправить к Юпитеру. По три месяца отводилось на изучение Калиста и Ганимеда. Затем аппарат вышел бы на конечную орбиту вокруг Европы. При удачном раскладе он также посетил бы орбиту Ио. Да, звучит слишком хорошо. Миссию свернули еще в 2005-м. Есть и другие способы улучшить двигатель. NASA тестирует ионный ускоритель с высокой тягой. Холловский двигатель X3. Настоящая ионная пушка. Его тяга 5,4 ньютона. Да, немного, но вспомните, мы имели дело с какими-то тысячными долями. Возможно, благодаря именно этой задумке, когда астронавтов отправят на Марс, их дорога займет всего несколько месяцев. В 2018 году планируются испытания продолжительностью в 100 часов, на которых сравнят выносливость X3 с его собратьями. Кстати, я тут узнал о такой классной штуке, как прямоточный ионный двигатель, который проектируют европейские инженеры. Аппарату не понадобятся баки с топливом. Находясь на низких орбитах, он сможет втягивать молекулы воздуха прямо из атмосферы, затем ионизировать и со всей силы выбрасывать из сопла. Поскольку запас солнечной энергии не ограничен, а топливом будет служить атмосферы, он сможет работать без дозаправки целую вечность. Аппараты получат дополнительную мобильность, а траекторию орбитальных станций не придется лишний раз корректировать. Это будет настоящий прорыв. Технологию можно применять на Марсе, Венере и Титане. Везде, где есть атмосфера. Ионные двигатели уже внесли свой вклад в исследования космоса, и в дальнейшем их будут использовать в аппаратах все чаще. Возможно, именно ионный двигатель станет ключом к началу освоения Марса в ближайшие десятилетия. А что вы думаете? Пишите в комментариях. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Субтитры создавал DimaTorzok